Ковбои и перестрелки – отважные герои Дикого Запада. Их легко узнать по сохранившимся фотографиям и первым кадрам голливудских фильмов. Но в западном американском штате Вайоминг, в его столице Шейен, есть музей, который рассказывает иную историю – историю женщин-ковбоев и их борьбы за свои права. Наши деды и отцы постоянно получают признание, например, в музее Старого Запада. О наших матерях и бабушках не говорят ничего, и это неправильно. А ведь в старину было много женщин-ковбоев, которые участвовали в Родео вместе с мужчинами в конце 19-го и начале 20-го века. О них тоже не упоминают. Пэм и Джерри Купер собственными усилиями открыли музей женщин-ковбоев Запада, где собрали различные артефакты, рассказывающие о женщинах, управлявших фермами и ранчо, зачастую в очень тяжелых условиях. Это стиральная машина. Я очень люблю ее показывать девушкам и даже женщинам с 40 и 50 лет. На таких стирали наши пра-пра-бабушки. В 1869 году Вайоминг стал первым штатом, предоставившим женщинам право голоса на выборах. Это было связано с тем, что для привлечения переселенцев им стали выделять участки земли. Переселенцам начали давать землю. Например, вы получили 160 акров. Если вы на этой территории построите жилье и проживете там 5 лет, земля станет вашей. И власти не ожидали, что такой возможностью воспользуются женщины. Они прожили на таких участках 5 лет, после чего задались вопросом. Мы действительно теперь имеем законное право голосовать? И им ответили «да». Неофициальное название Вайоминга – штат равенства. И это не случайно. В 1870 году именно здесь была назначена первая в США женщина-судья. А в 1924-м избрана первая женщина-губернатор. И уже в 20 веке женщины начали объезжать быков наравне с мужчинами. Посмотрите, вокруг нее везде грязь. А она держит быка за шею и машет рукой. Но как не считать ее героем? Во время пандемии коронавируса музей понес большие потери и был на грани закрытия. Его выручили частные пожертвования. Одна женщина подошла ко мне и дала мне 100 долларов в качестве пожертвований. Сказала, пора вы уже черт побери. И так считает большинство женщин. Замечательное место. Информация, знания, все, что обязаны сохранить, в том числе историю, которую мы не должны потерять. Почему женщины получили право голосовать и почему этот штат был так важен. Как говорят Пэм и Джерри Куперы, история – поучительный опыт, который необходимо передать будущим поколениям.